Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. Уже несколько недель мы вещаем в формате прямого эфира. Карантины закончились. Мы снова продолжаем нашу дискуссию на тему общего культурного пространства. Мы упорно ищем его. И на самом деле в конце июня уже к концу подходит и пятый сезон наших дискуссий. Поэтому спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами и принимаете участие с помощью ваших звонков, ваших комментариев и размышлений. Напомню, что и сегодня вы неотъемлемая часть нашей дискуссии. Пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Также посылайте свои размышления и комментарии на WhatsApp и SMS по телефону 2061-91. Напомню еще раз телефоны прямого эфира, потому что слышал от коллег, что дикту их слишком быстро. 6721-2939 и 6721-3939. Сегодня в гостях у нас человек очень разносторонний, доктор наук, философ, преподаватель Латвийского университета, автор множества текстов и, я бы сказал, человек, который не устает размышлять, Игорь Губенко. Игорь, добрый день. Здравствуй, Денис. Напомню также, что мой коллега Родион Золотарев обеспечивает сегодня наш эфир с технической стороны. И благодаря нему вы можете слышать то, о чем мы сегодня будем беседовать. Я бы хотел в самом начале нашей программы, может быть, несколько минут посвятить одной из твоих сущностей, а именно философ. Скажи, пожалуйста, философ это кто? Это состояние или же это в современном мире специализация? Это профессия или это определенное, скажем, представление о мире и способность его воспринимать? Потому что ведь много историков философии, много тех, кто рассказывает на разных уровнях, будь то школы или вуз, о том, как и о чем думали другие. Но можно ведь и быть мыслителем самому даже в современном мире, где, кажется, все уже сказано. Так вот, что такое философ? Спасибо за прекрасный вопрос, Денис. Действительно, это удовольствие на такие темы общаться в прямом эфире на большую аудиторию. Я бы все-таки сказал, что, скорее всего, философ это оба, обе эти ипостаси, по крайней мере, в моем представлении и в моей практике личной. Другими словами, что это, безусловно, определенный образ мышления, мировоззрение, склад ума, может быть. И мы здесь не говорим обязательно о какой-то природной предрасположенности, а, в принципе, это дело наживное во многом, да, и, как я убежден. Поэтому все-таки академическая привязка, то есть, ну вот в моем случае, это академическая работа со студентами, исследовательская работа в Латвийском университете, это тоже важная составляющая того, чтобы быть в этой среде. Потому что, опять же, философ, он, его часто представляют как такого одиночку, да, который вдали от всех мыслит и какие-то очень глубокие идеи генерирует. Но в жизни все-таки идеи приходят к нам, как правило, когда мы с другими, потому что мы социальные животные, да, как сказал один очень известный, влиятельный философ прошлого, именно Аристотель. Другими словами, я бы сказал, что, да, это как особое отношение к миру, к реальности, так и все-таки до сих пор еще в наше время это, ну, некая академическая роль. Преимущественно академическая. Безусловно, есть философы, которые не принадлежат к академическому миру, но та или иная подготовка, да, она все-таки академическая. Мне сложно помыслить философию, которая бы полностью была свободна от, вот, не знаю, от этих рамок академической дисциплины. Спасибо. А теперь мы попытаемся на мгновение выпасть из-за академического контекста и можем приземлиться где-то совсем в быту. Ну, допустим, фраза, ну да, да, пофилософствуй мне, или еще что-нибудь такое, да, то есть что-то такое, что довольно негативно описывает философию, как нечто никчемное, ненужное, абстрактное, отдаленное, может быть, даже некоторую роскошь или десерт, да. То есть что-то, что, может быть, многие себе не могут позволить и что-то, что не связано с утилитарным миром, а утилитарное в современном мире столь доминирующее, что, в принципе, мы видим, например, что даже тех же философов можно продать, там, Кант, очень популярен за 90 минут, да, мы можем, скажем, серия для чайников, да, и так далее, и так далее. То есть есть всевозможные версии, как быстро можно упростить сложное. Я думаю, что об этом сегодня мы могли бы поговорить. Философ нужен современному обществу? Прекрасный вопрос. И здесь опять мне хочется сослаться на древних греков. Эти вопросы уже весьма остро, да, возникали и в их среде. Мы можем вспомнить вот этот казус Сократа, которому пришлось выпить яд. И, ну, одна из интерпретаций, что именно потому, что он был философом, он слишком активно философствовал. Он считался угрозой для тогдашнего общества. Для общепринятых идей, для нравов, да, для, ну, религии, да, не будем умалчивать в ее конвенциональных проявлениях. И критическое мышление, да, которое сегодня стало такой дежурной фразой, оно уже на тот момент очень явственно выступило, ну, таким центральным элементом вот этого философского мира постижения. И Сократ как раз был тем мыслителем, который отказался от спекуляций, да, от размышлений на полностью абстрактные, оторванные от жизни общества темы. И этические вопросы, вопросы, ну, политические во многом, да, вопросы сосуществования в обществе сделал центральными, да, для своей рефлексии. Что касается упрощения, ну, безусловно, и сегодня мы уже не говорим о Канте за 90 минут, мы говорим о Канте за 5 минут в формате Ютуба. Да, конечно, философию, да, вот если говорить опять же о неакадемических таких сторонах философии, то сегодня ее люди постигают, изучают, в том числе и на Ютубе, например, в виде таких весьма себе визуально захватывающих порой, да, видеоблогов. У нас есть звонок радиослушателей, пожалуйста, надень наушники. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Прошу вас. Добрый день. Добрый. Ну, знаете, вот все время прекрасные вопросы задается гостью. Я, наверное, задам ему не очень прекрасный вопрос. Я вспоминаю все время слова академика Гинсбурга. На одном из форумов он встретил там одного участника и спросил у него, скажите, пожалуйста, а какое у вас образование? Он сказал, что философское. Но академик Гинсбург сказал, ну, ясно, так же, значит, никакого. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Да, пожалуйста, Игорь, твоя версия ответа на этот довольно жесткий вопрос. Может быть, он перекликается в какой степени с моим предыдущим вопросом. Да, спасибо слушателю за вопрос. Острые формулировки мне, например, нравятся. Они как раз позволяют и ответ дать какой-то такой более, скажем так, внятный. Я соглашусь с тем, что философия, ну, она постоянно, ее гнетет вот эта проблема, что она обо всем и в каком-то смысле ни о чем. Это уже, опять же, с древности, да, представление о том, что философия занимается самыми фундаментальными вопросами бытия, другими словами, вообще всего. Оно было ясно уже, опять же, грекам, Аристотелю. И, конечно же, когда мы претендуем, мы философы, претендуем на то, что мы там критически постигаем, обсуждаем, анализируем какие-то фундаментальные предпосылки, основы всего, да, понятно, что мы не можем в то же время претендовать на экспертизу в каждой конкретной отрасли, особенно в XIX веке эта проблема высветилась явственно, когда очень бурно начали развиваться отдельные науки. Иными словами, речь идет о специализации. Да, то есть вопрос о специализации философии, конечно, у нас у каждого есть своя академическая специализация, но как философы формулируют свои отношения с вот этими частными науками, да, которые для аудитории, для общества намного более понятны, да, допустим, любая точная наука, ее предназначение, ее смысл намного более понятно. Философам и гуманитариям, наверное, более широко говоря, им сложнее объяснить, зачем вообще вот то, чем мы занимаемся, нужно, но, безусловно, нужно, я в это верю, это мое такое этическое убеждение, и если даже это отсутствие некой специализации, это абсолютно не отсутствие образования, это скорее некое вот фундаментальное, да, фундаментальное образование, фундаментальный такой ракурс на реальность как таковую, на историю, на любую проблему, который дает философу, ну, во многих ситуациях преимущество. Не будем забывать, что идеи, да, они до сих пор в нашем мире остаются таким самым ценным товаром. Товаром. Да. Развучало это роковое слово. Роковое слово. И философы, в принципе, это люди, которые про идеи, ну, так вот высказываюсь бытово, да. Ты упомянул, что понятие критическое мышление стало очень распространенным, и такое клише, критическое мышление требуется в школе, его пытаются воспитывать, оно является основой целого ряда проектов и так далее, и так далее. Бизнес тоже как бы захватил это понятие, предлагает научиться быть критическим. Представим себе излюбленный жанр, скажем, современной билетристики. Сократ не был отравлен, а он заснул на какое-то время, вернулся, он и путешествует сейчас, допустим, по современной Риге, или, допустим, совершает балтийский тур. Скажи, пожалуйста, о чем говорил бы Сократ сейчас, и почему бы он мог стать опасным снова, ненужным, человеком, которого нужно было бы, может быть, приглушить, скажем, заставить замолчать. Есть что-то, что в современном обществе мы пытаемся упорно игнорировать, а это все-таки вопьет. Может быть, такова функция философа. Может быть, философ – это коллективная совесть? Очень интересно. Я думаю, что, безусловно, многие философы были бы рады себя видеть в этом почетном статусе коллективной. Да, коллективной. Ну, опять же, все-таки морализаторство догматическое – это немножко другое, а коллективная совесть… Нет, я имел в виду, допустим, философские концепции, которые развивают, скажем, целый ряд этических понятий, которые связаны, допустим, с той же проблематикой, допустим, с существованием разных культур. Да. Я думаю, в любом случае, что этот Сократ, такой образный, он, конечно, особо интересовался всеми теми моментами, всеми теми точками, скажем так, в нашем общественном дискурсе, политическом, социальном, еще каком-то, в которых мы как раз избегаем критического подхода и критических вопросов. Да. Ну, я, например, скажу как бы открыто. Я думаю, что это такой целый пучок вопросов, связанных с понятием нации и национализма, да, потому что это, ну, все-таки надо признать, в современной Латвии такая достаточно некритическая область. Почему? Потому что, ну, на понятии нации, да, национального самоопределения очень много держится, так сказать, и зависит для нас, и мы только учимся как-то смотреть на это явление немножко более дистанцированно, да, поэтому, я думаю, здесь нам тоже вот такой современный Сократ был бы полезен. Что бы он возразил, например, представителям некоторых националистических партий и движений в современной Латвии? На что бы он указал, как на ошибку или на риск? Мне кажется, прелесть Сократа и прелесть философии как раз в том, что она не указывает на ошибки, то есть философия – это не работа над ошибками, это скорее такое приглашение к диалогу и к совместному вопрошанию и поиску ответов, да. Да, мы знаем, что основными методами Сократа была ирония, да, ну, возможно, иронично, в том числе он утверждал, что он ничего не знает, да, но отчасти он действительно не претендовал на знания, и это отличает философ от мудреца, например, от гуру, философ тот, кто находится в постоянном поиске. И я думаю, вот философское такое осмысление вопросов, например, что есть нация, дискурс о нации и националистический дискурс, и какова их роль в нашей истории современной, да, независимой Латвии, уже 30 лет этой истории мы отмечаем, и этот дискурс, он очень стабилен, да. Я действительно не знаю, насколько это в компетенции философа, но я предсказываю то, что в какой-то момент все-таки он, ну, скажем так, он перестанет быть настолько самоочевидным, и всем тем акторам, которые этот дискурс производят и воспроизводят, и которые, так сказать, получают определенные символические дивиденды от него, им следует подумать о том, вот, что мы будем все вместе делать тогда, когда в один момент этот нарратив просто станет, ну, менее самопонятным, да, и может быть, менее необходимым для общества. А мне кажется, что мы немножко, скажем так, слишком стараемся поддерживать вот этот, ну, конструкт во многом, да, некой гомогенной нации, и это иногда мешает нам задумываться о современных действительно очень важных и очень практических проблемах, да, и здесь вот вам пример, как смена ракурса мышления, она может очень далеко идущие практические последствия иметь. Может быть, ты назовешь какой-нибудь пример, допустим, если бы мы сейчас попытались бы на какое-то время отойти от националистического дискурса и воспринимали бы его, скажем, не столь романтично и эмоционально, на какие бы темы у нас вдруг открылись бы глаза, на что бы нам хватило энергии, то есть, что мы не замечаем в этом обществе, вот, мимо чего мы проходим? Я думаю, что если мы откроем, ну, такие вот влиятельные… Значит, у нас появятся какие-то дополнительные ресурсы, то есть, у нас будет время, у нас будут эмоциональные коллективные силы, что мы до сих пор не замечаем, к чему мы не прикоснулись, чем мы не занимаемся? Я не знаю, открываем какое-нибудь ведущее мировое медиа, да, ну, может, не новостное, а такое более аналитическое, да, тот же Economist, например, да, и смотрим повестку, так сказать, читаем заголовки, да, на уровне заголовков. И я думаю, что мы ощущаем в тот момент, что во многом эта повестка, она как-то, ну, оторвана от того, что происходит вот у нас часто в медийном пространстве, на что мы фокусируемся. И, ну, вопрос технологических инноваций, вопрос тех же бизнесов, стартапов, да, каких-то мировых успешных бизнес-идей, которые воплощены здесь и сейчас. Да, у нас есть немало таких компаний, но, как отмечает моя коллега Ольга Процевская в своей сегодня опубликованной на Делфи статье в защиту бизнеса, вот такого, значит, единорога, так называемого стартапа мирового уровня у нас пока еще не родилось. И, возможно, если бы мы переключились на будущее, и во многом, конечно, идея нации, она все-таки нас тянет в прошлое, то мы бы сумели каких-то новых достичь высот, к которым мы очень стремимся на самом деле. Благодарю за первую часть нашей дискуссии. Мы вернемся в студию через несколько минут и продолжим наш разговор об упрощении мира. Микс Ньюс. Микс Ньюс. Микс Ньюс. Микс Ньюс. Существуют риски коммерциализации, у которой свои законы, то есть у рынка свои законы, да там выживают свои сильнейшие. И это, конечно, риск внедрения вот этой коммерческой парадигмы в сферу образования, особенно гуманитарного образования, которое действительно оно не дает, просто надо это понять, оно не дает сиюминутных, очевидных результатов, очевидно полезных результатов. То есть нельзя принести, допустим, философскую концепцию на производство и начать выпускать треугольные формы, допустим, какие-то сладости? Можно, можно и нужно. Я считаю, что этого тоже происходит в Латвии недостаточно. И здесь это камень, возможно, вот в мой собственный огород и моих некоторых коллег академических, что мы не научились пока еще достаточно свои знания действительно предлагать широкой аудитории в каком-то понятном ей и полезном виде. То есть я не против коммерциализации как таковой. Я не против того, чтобы академики производили не только знания некие абстрактные, но также и продукт, что-то такое. Хорошо, но это в основном связано, допустим, с, условно говоря, с точными науками, да, с тем, что мы называем, скажем, окружающий нас физический мир, да. Но как, например, историк античной литературы может быть полезным обществу именно в таком вот утилитарном плане? Что рассказать историю Троянской войны за 10 минут? Кому она нужна? Мне кажется, вот недавно как раз все делились в социальных сетях материалом то ли Арзамаса, то ли еще какой-то платформы популяризации науки, где была, по-моему, Древняя Греция за сколько-то там, немного минут. А, к сожалению, исчез наш. Да, сорвался. А нет, вот появился снова, пожалуйста, надевай наушники. День добрый, вы в эфире, пожалуйста. Прошу вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы спросить у вашего гостя, вы можете порекомендовать какие-то книги, философские, но доступные понимания обывателя, которые были бы полезны, чтобы читать, чтобы понять. Спасибо большое. Иными словами, я полагаю, что нашу радиослушательницу интересуют книги, которые могли бы помочь ей войти в понятие философии. Ну да, здесь, к сожалению, нет одной какой-то книги, которую я могу назвать, потому что философствование и введение философии подразумевает множество точек зрения. Ну, безусловно, опять же, я всегда буду, так сказать, топить, да, просто, по-простому выражаясь, за древних, то есть Платон, диалоги Платона, работы Аристотеля, это вам никогда не помешает, независимо от ваших прежних знаний, да, от какой-то вашей подготовки профессиональной. Эти тексты всегда стоит читать. Ну, конечно, вообще классика, да, там, я не знаю, Святой Августин Блаженный, Декарт Кант и так далее. Если мы говорим о современных авторах, опять же, вот у меня почему-то первым всплывает в голове Харари, который и не философ никакой, но он представитель вот этого нового такого, я не знаю, это даже не жанр, это какая-то парадигма того, что называют по-английски нон-фикшен. Да, то есть это вот такие книги междисциплинарные, которые не принадлежат художественной литературе, но которые обладают такой, ну, достаточно написанной яркой достаточно прозой и в то же время рассматривают весьма себе глобальные вопросы. То есть в каком-то смысле, вот, возможно, такой вот Харари, он и есть некая вот парадигма этой фигуры, современного мыслителя, который способен обобщать, который располагает огромным и оперирует огромным объемом данных исторических, и который в то же время способен достучаться до читателя, до широкого читателя. Его книги переведены как на русский, так и на латышский, да, Sapiens, Homo Deus, там, 21 вопрос для 21 века и так далее. И вот мне кажется, что это некий такой, ну, образец того, как, в принципе, такой вот гуманитарный автор может стать успешным и востребованным в современном мире. Но, безусловно, это не имеет прямого отношения к академической философии, хотя академическое сообщество философское его принимает всерьез, да, и читает с интересом, и, ну, то есть, если вы не читали Харари, вот, рекомендую. А также, безусловно, наших местных авторов, ну, которые не переведены, как правило, на русский, ну, например, вот мой коллега, профессор Игорь Шуваев, он развивает подход к философии как искусству жизни. Очень практический тоже такой достаточно подход, и мы слышим все чаще в нашем мире такой запрос на, не знаю, практики духовности, да, на практики осознанности, осмысления. Вот вам, пожалуйста, ответ философа, который здесь и сейчас живет, творит и мыслит в нашем обществе. Ну, единственное, что, да, вам это придется читать на госязыке, что, в принципе, прекрасно, мне кажется. Благодарю за эту рекомендацию для нашей радиослушательницы, и я бы хотел некоторое время остаться в, скажем, педагогической среде, так как ты не только философствуешь, но ты еще и преподаешь и рассказываешь другим то, что узнал сам. Скажи, пожалуйста, за те годы, пока ты работаешь преподавателем, видишь ли ты какие-то изменения отношения самих студентов к процессу познания, допустим, рефлексии и работы с текстами? Да, я наблюдаю эти процессы, эта динамика не является положительной, не хочется нагнетать, но действительно, все эти цифровые, в первую очередь, инструменты, да, устройства, которые, с одной стороны, дают нам огромное преимущество перед студентами, да, и преподавателями прошлого, которые могли только пользоваться там физическими книгами в библиотеке и должны были часами, а то и днями искать какой-то пассаж, да. Но какое удовольствие было, когда его находишь? Это так, удовольствие неоспоримо, но в то же время, да, теневая сторона, конечно, эти устройства и наша сочлененность с ними, то есть они как бы стали нашими такими даже не партнерами когнитивными, как их называет Энн Кэтрин Хейлс, такая современная философ, философиня, наверное, надо феминитив использовать, я даже не знаю, как это правильно по-русски. Но в любом случае это не только партнерство, а они как будто уже неотделимы от нас. То есть мой телефон, мой смартфон, он является частью такой экстернализации моего сознания, да, который помогает мне навигацию осуществлять в мире и организовывать мой день. И, безусловно, он содержит очень огромный потенциал отвлечения. Отвлечения меня и переключения моего внимания на что-то другое. То есть погрузиться в текст, погрузиться и длительно это внимание держать, это то, что требует любое чтение, ну и, безусловно, академическое чтение тем более, становится все сложнее. И я вижу, что студентам тоже сложнее. Когда у них этот ноутбук, допустим, присутствует в аудитории, то нередко он способствует тому, что они отключаются, так сказать, от моего, например, рассказа. Возможно, это моя проблема. И мне просто... Что ты не можешь бороться с компьютером и не можешь выдержать их внимания. Может, мне следует как-то, я не знаю, поработать над своей риторикой, как-то, ну не знаю, может как-то над внешним видом больше думать, чтобы он тоже привлекал внимание студентов как-то и удерживал. Или действительно свой вот этот контент, так сказать, тоже редактировать определенным образом. Но, да, я чувствую эту проблему удержания внимания студентов. То, что не всегда они способны и заинтересованы осилить тексты какие-то, да, ну такие более пространные. И, скажем так, ну опять же, здесь сильнейшие и наиболее сфокусированные, они побеждают. То есть те, кто способен все эти цифровые новые инструменты использовать на свое благо и не вестись, не поддаваться на вот эти негативные стороны, да, и свое внимание держать на том, что действительно важно, а не на каких-нибудь там оповещениях о том, сколько новых лайков у тебя в Инстаграме. Эти люди, конечно, побеждают. Но они не в большинстве, по моим наблюдениям, к сожалению. Иными словами, меняется и конкурентоспособность, как таковая, да? В социальных сетях, в Инстаграме? Нет, 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 среди тех студентов. То есть теперь легче стать хорошим студентом, легче продвинуться по какой-то карьерной лестнице. Каковы могут быть долгоиграющие последствия подобного упрощения? Ну, если мы совсем глобально смотрим, безусловно, это процесс демократизации образования. Он начался не вчера и отнюдь не с появлением цифровых средств коммуникации и связи. И это достаточно уже, так сказать, долгий процесс. И, безусловно, он подразумевает то, что чем шире число тех, кто участвует в процессе образования, кто образовывается, тем их общий уровень все-таки ниже. Как бы по-другому быть не может. Но это не значит, что нам нужно снова, я считаю, это не значит, что нам нужно снова продвигать некий такой вот элитизм, да? То есть, ну, какими-то способами, каким-то индивидуальным подходом я стараюсь тоже это культивировать. Если я вижу, что вот у меня в аудитории есть один человек, который заинтересован намного больше, чем большинство его сокурсников, и этому человеку можно и нужно дать больше, то я могу в индивидуальном порядке с ним, так сказать, общаться немножко на другой частоте, да, метафорически выражаясь. Но, конечно, в целом я должен ориентироваться на общую группу. И, ну, опять же, я не так долго работаю. Я начал, я сам поступил в университет, начал учиться в 2004 году. То есть, я помню свои студенческие годы, своих сокурсников, их уровень примерный. Я начал преподавать в 2014-м, ну, 6 лет. Это не так много, чтобы какие-то вот такие лонгитудинальные выводы делать. Но, в целом, я не вижу повода для радости. Я считаю, что упрощение – это большой риск, конечно же, для нас. Но какие выводы из этого? Вывод не в том, что мы должны отказаться от девайсов, да, от гаджетов, а вывод в том, что мы должны как-то, ну, дисциплинировать себя и более осознанно, осознанно существовать. Благо в том, что в современном мире эта тема, этот дискурс тоже очень востребован. То есть, как не потерять себя и не потерять, не знаю, какие-то важные события, как не допустить того, что это все растворяется вот в этой суете, да, бесконечного потока имейлов, лайков, извещений и так далее. То есть, этот вопрос, он актуален не только в контексте университета, а также вообще, ну, в самом широком контексте. Скажи, пожалуйста, ты учился и теперь преподаешь уже только в цифровую эпоху, или у тебя был еще период, условно говоря, блокнота, карандаша и закладок в реальных физических книгах? Я как раз-таки студент переходного периода, если можно так сказать. Я помню, что в 2006 году я стал первым студентом в своей группе, ну, она была небольшая, то есть, это не какое-то достижение, я просто помню, что вот у меня у первого появился ноутбук, да, потом как-то они сразу возникли у всех, но я помню, что в 2006 году я учился на третьем курсе, если не ошибаюсь. Он вошел в мою, так сказать, вот не только в процесс обучения как таковой, но и в непосредственное мое присутствие в аудитории, да, то есть, я начал фиксировать лекции, конспектировать уже больше в компьютер. До того, безусловно, это физический, так сказать, формат, да, тетради, записи. И я очень часто размышляю о том, насколько вот эта мелкая моторика, так сказать, и работа руки при записывании, насколько она все-таки важна для усвоения, да, мы знаем и экспериментальные данные об этом, и философские размышления, да, о том, что, ну, это не идет нам на благо, что мы практически не пишем рукой, то есть, мы печатаем, да, или даже я не знаю, можем ли мы применить глагол печатать по отношению к вот этим виртуальным клавишам, которые мы на экране телефона нажимаем, ну да. То есть, вот эти касания, которые заменили намного более сложный процесс выведения, да, букв на бумаге, я, у меня некая ностальгия по этому, но я не способен, опять же, себя заставить все-таки вот этот ритуал соблюдать, и мне кажется, что я уже даже более чем год назад отказался от ежедневника, да, то есть, как-то я все-таки тоже впадаю в эту вот дигитальную цифровую культуру, да, и не знаю. Я как раз год назад решил с одним из своих друзей из Петербурга возобновить традицию написания писем, мы решили, что это будет игра, скажем, что это будет в какой-то степени еще и ритуал, это будет конверт, это будет написанный адрес, это будут поиски индекса, там это будет наклеивание марок и так далее, и так далее. В результате я понял, что да, написать письмо на, скажем, четырех листах, на шести довольно тяжело, то есть, рука очень устает, почерк резко меняется и так далее, но в любом случае из этой игры ничего толком не получилось, но, по крайней мере, я попытался вернуться к этому. Так как мы находимся в студии, в студии радио, прежде всего, хотя здесь есть и камеры, которые позволят нашим радиослушателям в дальнейшем в сетях увидеть тебя, как насчет, скажем, возвращения голоса как центрального медиа, скажем, возможности передачи знаний? Признаюсь, так как мы академические коллеги и педагоги, я последние несколько лет рассказываю, я отказался от целого ряда там от пауэрпоинтов и так далее, видеоматериалы есть как дополнение, то, что я не могу, допустим, воспроизвести, но я понимаю, что мне необходимо вернуться к слову. В какие-то моменты это начинает давать свои плоды, потому что тогда концентрация внимания на мне и на слове, а слово это тогда уже оседает у студентов в разных форматах. Как это происходит у тебя? Все равно не ты остаешься рассказчиком? Да. Начну с комплимента, Денис, ты действительно потрясающий рассказчик. Благодарю. И поэтому ты можешь себе позволить, я считаю, уходить от визуального формата, потому что, ну, будем честны, все-таки, когда у тебя есть экран с какими-то вот этими выносками, выдержками, самой такой выжимкой самых важных пунктов твоего рассказа, и когда у тебя есть картинки, это помогает удержать внимание. А ты не попадаешь в плен этих картинок? Я в какой-то момент понял, что я начинаю отдаляться, и единственное, что я как бы знаю, хотя это, к счастью, я надеюсь, не так, но единственное, к чему я начинаю привыкать, это вот этот снос. То есть мой мир начинает сужаться там до 10 слов, ну, сколько там, в один слайд могут вместиться? Да, и мир студента тоже, я подозреваю, то есть студент начинает думать, что если он, она там записал, неважно куда, в свой компьютер или в свою тетрадь, вот эти вот тезисы, которые были в презентации, то он как бы усвоил материал, хотя на самом деле это только лишь верхушка айсберга. Да, и, ну, опять же, я, например, для меня это алиби очень часто, если могу использовать такой термин, то есть это какая-то вот защитная, защитный экран, если можно так сказать. Даже если, например, я не знаю, я сегодня не в форме, и я чувствую, что мой рассказ не клеится, ну, или просто я не на высоте, у каждого бывает, это достаточно человечно, то, по крайней мере, у меня есть этот экран, у меня есть эти пункты, да, и моя лекция не может полностью из-за этого пойти под откос, да, то есть в некотором смысле это такая, это вопрос, ну, чувства безопасности, чувства, я не знаю, уверенности, да, это такой протез уверенности, если можно сказать, и я считаю, что, конечно, ну, чем человек смелее, тем он должен быть более готов, может отказываться от этого визуального. Есть еще один звонок, пожалуйста, вы в эфире, прошу вас. Я уже звонила вам. Да, конечно. Хочу перейти к вашему разговору, я тоже преподаю, преподаю взрослым людям. Вот то, что вы сейчас говорили, что вы чувствуете себя более безопасным при пауэрпоинте, на самом деле у тренировок профессиональных, у них есть такой термин на английском языке, safety blanket. Это ваш safety blanket. Могли бы вы повторить еще раз акустическую? Safety blanket. Это как бы одеяло, которое вас закрывает, да, от ваших студентов. Кто-то использует конспект, не может оторваться своего конспекта, читает, это для него служит таким одеялом. Кто-то использует пауэрпоинт, кто-то прячется за какой-то лист. Ну вот если ты чувствуешь себя неуверенным сегодня или неподготовленным, то ты ищешь какую-то некоторую защиту. И вот пауэрпоинт, это действительно, это тоже, за что можно спрятаться. Он тебя заменяет, да, в какие-то моменты. Благодарю вас. Но если мы говорим о молодых, действительно, о молодом поколении студентов, то без имиджей не обойтись. Они больше воспринимают информацию наглядную, больше картинок, рисунок. Не готовы, берите фломастер и рисуйте на доске. И это они запоминают. Они запоминают больше картинки. Слова, слова это для нас, для педагогов важно, для них больше, конечно, имиджи. И если вы хотите говорить, говорите, но все равно разбавляйте это какими-то образами. Спасибо большое за ваши рекомендации. На самом деле я ввожу своих студентов теперь в ботанический сад. И объясняя некоторые теории, скажем, концепции культуры на основе каких-либо предметов, объектов. И тогда просто мы погружаемся, например, в определенное пространство, не знаю, там, в мир экзотических растений, когда мы говорим там о постколониальных теориях. Это, да, как бы экзотическое вдруг входит в нашу жизнь. Но речь сейчас не обо мне, речь идет о нашем госте Игоре Губенко, к которому вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 6721-2939 и 6721-3939 в нашем распоряжении около пяти минут. Я бы хотел спросить тебя, а что со всем этим делать? Ты упомянул, что оснований для радости мало, и это было довольно скептическое, скажем, отношение к процессу познания. Ты упомянул понятие дисциплины. Но ведь столь много соблазнов, причем соблазны эти диктуются бизнесом, они становятся нормами, они становятся чем-то, что определяет в какой степени идентичность человека, что ты потребляешь, какие СМИ, каковы твои, условно говоря, повадки, особенности, паттерны. Что делать, как сопротивляться? Ведь столь многие из нас слабы. Я бы не хотел, кстати, бизнес признавать вот таким вот негативным соблазном, хотя, безусловно, это угроза коммерциализации некоммерциализируемого, конкретно, допустим, гуманитарного знания, которое не должно полностью становиться товаром и не может. Эта угроза существует, но в то же время все-таки бизнес, он дает, мне кажется, очень широкие возможности. Я это говорю в том числе, как человек, который одной ногой тоже находится в нем. Напомни, в какой ипостасе? Да, в ипостасе партнера в коммуникационном агентстве «Копирайтер», в котором со своими коллегами, партнерами, партнерками Ольгой Процевской, уже упомянутой, и Екатериной Ферян, мы занимаемся написанием текстов для бизнесов и также консультируем бизнесы по вопросам, связанным с коммуникацией. И я хочу сказать, что способность выйти на клиента и сделать, например, свою коммуникацию понятной и такой, которая действительно захватывает, привлекает внимание, причем при этом не сделать ее пошлой, это тоже большое умение. И мне кажется, что академикам тоже стоит и в эту сторону смотреть. И это неплохо, что нас очень система к этому подбивает, но всегда должно оставаться некое пространство, которое свободно от коммерции, где может академическая свобода, свобода мышления и некая дерзость даже мышления, где она может процветать. Потому что без такого пространства, к сожалению, в длительном периоде, в длительной перспективе, ну да, общество, оно, ну как-то, не знаю, банализируется, что ли. И оно не будет способно, мне кажется, даже в сфере, например, бизнеса предлагать столь оригинальные идеи, которые могут возникнуть, если человек поимел хотя бы на каком-то отрезке коротком своей жизни этот опыт свободного, непринужденного мышления и обсуждения. И это то, про что философия, да, уже с древности Аристотель говорил, что есть множество наук намного более полезных, но нет ни одной лучшей. То есть философия самая лучшая, она ближе всего к благу как таковому, в то время как остальные науки, они больше о полезном, о тех вещах, которые являются средствами для достижения блага. Ну, опять же, может это звучит самонадеянно, особенно из уст человека, который себя идентифицирует как философ, но мне кажется, что вот это благо неограниченной ни рынком, ни политикой рефлексии и мышления, и беседы, общения, да, оно, его необходимо, им необходимо дорожить, его необходимо сохранять, культивировать, способствовать ему, и академическая площадка, да, университет в таком, ну, глобальном понимании, он до сих пор остается таким привилегированным и преимущественным местом вот этой свободы. Ее нужно сохранять, невзирая ни на что. При этом не чураться рынка, потому что мы все, ну, ходим на рынок, да, в том или ином виде каждый день. Что ж, я думаю, мы могли бы завершить наш разговор цитатой, которая наверняка тебе тоже известна, ибо я знаю, что ты путешествовал в Петербург и посещал книжные магазины. «Берегите голову», было написано в одном из книжных магазинов под названием «Подписные издания». Так вот, призывая наших радиослушателей беречь свою голову в переносном смысле, конечно же, тоже читать книги и попробовать философствовать. Говорят, это полезно. Игорь, большое спасибо за сегодняшний разговор, спасибо за то, что нашел время в разгар академической сессии прийти к нам и порассуждать на тему упрощения этого мира. Уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня в гостях у нас был философ, преподаватель Латвийского университета и автор текстов Игорь Губенко. На следующей неделе, 18 июня, мы встретимся с композитором и автором сочинений в жанре электронной музыки Платоном Буравицким, который расскажет, что это такое и как слушать современную музыку. Спасибо сегодня за ваше участие. Благодарю моего коллегу Родион Золотарева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому